Приветствую всех на курсе Алмата по комбинаторике. Сегодня мы с вами поговорим о перестановках. Давайте разберем задачку. Сколько способов у нас расставить 7 пиратов в ряд. Но так как мы расставляем 7 пиратов в ряд, то у нас есть 7 позиций. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, ну и седьмая. На первое место мы можем поставить любого из пиратов, у нас их 7, значит у нас 7 способов. Допустим поставили этого, больше его трогать нельзя. Значит на второе место у нас осталось 6 вариантов, все кроме того, который уже стоит на первом месте. Допустим поставили вот этого, больше его брать нельзя. Тогда у нас на третьем месте мы можем поставить одного из оставшихся, которые еще не стоят. Их у нас 5. Допустим взяли вот этого, его больше трогать нельзя, значит на четвертое место у нас 4 способа. Ну и так далее. На пятое 3, на шестое 2, на седьмое на 1. По правилу произведения нам это нужно перемножить. Таким образом мы получили ответ произведения всех чисел от 1 до 7. Это называется 7 факториал. Давайте обобщим задачку и решим, сколькими способами можно расставить n человек в ряд. Ну так же на первое место можно поставить n способами, на второе n минус одним, на третье n минус двумя и так далее, на последнее одним способом. То есть ответ у нас был n факториал в этой задачке. Давайте разберем, что у нас такое факториал. Это просто произведение всех чисел от 1 до n. Такое произведение и называется n факториал. В нашем случае вот в задачке с пиратами у нас было 7 пиратов, поэтому n равно 7, значит ответ 7 факториал. Вместо n подставляем любое число, там 9 факториал. Это произведение от 1 до 9 и 12 факториал. Произведение от 1 до 12 всех натуральных чисел. Давайте разберем теперь похожую задачку, но немного отличающуюся. Теперь нам нужно выбрать из 7 пиратов капитана, рулевого и кока. То есть если у нас было в прошлом случае 7 мест и 7 пиратов, то в этот раз у нас 7 пиратов, но 3 места. Вместо капитана, место рулевого и место кока. Сколько у нас способов выбрать капитана? Мы можем любого из пиратов взять. То есть у нас 7 способов выбрать капитана. Допустим мы выбрали вот этого, больше его нельзя брать. Сколько способов у нас взять рулевого? Ну, любого из оставшихся можно взять. Допустим, выбрали вот этого. Его больше брать нельзя. Шесть способов у нас выбрать из тех шести возможных. И коком мы можем взять любого из оставшихся пяти пиратов. То есть у нас пять способов. Допустим, выбрали вот этого. Правила произведения также перемножаем. Получаем ответ. 7 умножить на 6 умножить на 5. Ну, давайте попробуем представить это как-то в виде факториала. Или произведение факториалов разности частного. Ну, как это можно сделать? Чтобы у нас был факториал, нам нужно домножить на 1, 2, 3, 4. Давайте сделаем это. Домножим на 4, на 3, на 2 и на 1. Ну, и чтобы у нас число не изменилось, нам нужно тогда поделить также на 4, 3, 2, 1. Тогда мы видим, что у нас сверху получилось 7 факториалов, а снизу получилось 4 факториалов. Разберем общую задачку. Сколько способов у нас расставить n человек? Сколько способов у нас выбрать из n человек k и расставить эти k человек в ряд? Ну, ответ в этой задачке будет n факториал делить на n минус k факториал. Почему? Ну, допустим, мы выбрали k человек. Тогда у нас на первое место n способов. Снизу я буду отмечать, на какое место мы ставили. На второе место n минус 1 способ. И так далее. На n минус k плюс 1. Это у нас k место. У нас n минус k плюс 1 способов. Собственно, если мы... Следующее у нас число, это будет n минус k. Давайте перенесем. Это у нас будет n на n минус 1. И так далее. На n минус k плюс 1. Теперь умножим на n минус k. И поделим на это число. Следующее число, которое уменьшено на единицу, это будет n минус k минус 1. Значит, мы до него домножим и поделим. Ну, и так далее. До единички. Здесь тоже и так далее. До единички. Собственно, сверху мы и получаем все произведение от 1 до n. То есть, n факториал, который у нас уже тут есть. А снизу мы получаем от 1 до n минус k. То есть, n минус k факториал, который у нас здесь и стоит. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok